И посмотрите, друзья, у них башни крутятся в моём направлении. Я езжу, и башни крутятся в моём направлении. То есть Изида до меня не дотягивается, Фриз до меня не дотягивается. Они пока что стоят на месте, они не могут, видимо, двигаться. Мне кажется, им не дали возможность ездить. Смотрите, просто реально ботяра лечит ботяров. Вот это да, вот это я понимаю, контент. Изи, так и лечи своего союзника. Лечи, 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 давай мы бьём. Мы прокачиваемся. Ты реально лечил. Друзья, приветствую всех на канале. С вами Морл Хиро. И сегодня на очереди видеоролик, о котором мы вместе с вами поговорим. Да и попробуем новую интересную тему, о которой мне уже сообщил как меню Макс. Некоторые ребята также написали о том, что на тестовом сервере тестируются новые боты в танках онлайн. Да-да, те, которые как раз-таки наши разработчики говорили, наверное, ещё в новом году. Честно говоря, не помню, но об этом как раз-таки речь уже ранее шла. И, наверное, разработчики уже готовы их добавлять на основные сервера. Поэтому, как минимум, на тестовом сервере мы сегодня это и пробуем. И сегодня вместе с нами на голосе Макс. Можешь передать огромнейший привет нашим зрителям. Здорово. Так, давайте, наверное, быстренько настройки забегаем. В свою очередь попробую сейчас выставить то, что мне нужно. И мы, как видим, на карте... Я, во-первых, себя вижу, Макс и не вижу почему-то. А меня не загрузило. А, интересно. Какой-то режим долго типа подпикнулся. Сарикамск Ассел, то есть Штурмик. Хорошо. Самое интересное, друзья, что мы ботов, как мы можем увидеть на карте, со званием на обранец. То есть это не игроки, которые так же, как и я там с Максом, решили поиграть. Это реально боты, у которых звание на обранец. Кстати, краски интересные. Я, честно говоря, даже эту краску не знаю. Но достаточно она обычная. И давайте, наверное, прокатимся, посмотрим. Потому что реально... Кстати, все ребята с разными красками. И посмотрите, друзья, у них башни крутятся в моем направлении. Я езжу, и башни крутятся в моем направлении. То есть Изида до меня не дотягивается. Фриз до меня не дотягивается. Они пока что стоят на месте. Они не могут, видимо, двигаться. Мне кажется, они не дали возможность ездить, Макс. Что ты скажешь? Я знаешь, что скажу? Мы не можем за тебя одну битву. Меня всегда кидают новые. То есть... Ну, ничего страшного. Значит, может быть, поделись своим впечатлением, которое ты уже получил, сыграв какой-нибудь матч. Потому что реально в нашем матче так минимум разные краски. Разные комбинации у них. Даже Магнум, за счет того, что у него пушка большой дистанции, начинает стрелять по мне. И даже в некотором плане в каких-то ситуациях попадает. Но сам факт, что они на меня смотрят, друзья. Боты, которые следят за мной. Изида. Фриз, который даже морозит, потому что дистанция уже позволяет. Это интересно. То есть, разработчики, наверное, пока что добавили как раз таким способность лишь крутить башни. В дальнейшем, наверное, это что-то будет в плане того, что игроки начнут в виде ботов ездить за вами. Контролировать вас. В плане модификации, кстати, не ясно, какая у них модификация. Но вариант какой-нибудь хороший. Ну смотри, корпус у них точно фулловый. Потому что я не ваншочу васпика одной смокой. 1200. Ну вот сейчас постреляем по нему. 400, 800, 1200, 1600. Васьпика уничтожаем. То есть, как будто... Ну, МК-7 обычный, просто, я думаю. Ну да, наверное, МК-7. То есть, 1200 он держит, а уже 1800 не держит. Ну, а по пушке, вот сейчас я поднеду к Фризу. Допустим, изида лечит бота, друзья. Бот лечит реально своего товарища, смотрите. Просто реально ботяра лечит ботяров. Вот это да. Вот это я понимаю контент. Дегизитка, лечи своего союзника. Лечи, лечи, лечи. Давай, мы бьем. Мы прокачиваемся. Ты реально лечил. Но у меня твинсик на спеш, поэтому, конечно, в таком случае уничтожили. Но по ощущению, как будто и пушка, наверное, на МК-7. Я предполагаю, что даже на таком звании, на новобранце, по крайней мере на тестовом сервере, имеется возможность играть на МК-7. На основных серверах, наверное, это выйдет, может быть, даже скоро. Может быть, не скоро, а при этом тестируется. Уже, как минимум, разработчики пробуют. И это, как минимум, интересно. Потому что на Амор разработчики говорили о том, что будет несколько вариаций ботов, да, которые, условно, будут на низких, может быть, рангах где-то больше играть на легендах. Уже с определенным функционалом там, где они будут использовать припасы. Потому что пока что эти боты припасы не прожимают. Они только смотрят за мной. И в случае Магнума, наверное, он стреляет. Да, сейчас попробуем подъехать, парни. Да, Магнум повернулся, стрелял по мне. Так, Магнуму уничтожим. Мне этот парень почему-то не нравится. Но это, друзья, забавно. Возможно, поделитесь своими комментариями, кто уже как раз-таки опробовал тестовый сервер. Дает вам поддержите за такую информацию пальчиком вверх. Будет интересно узнать обязательно, как вам такое нововведение в нашей игре. Стоит ли разработчикам, возможно, в этом направлении двигаться, развиваться. Я, как минимум, думаю, что это, как минимум, требует большого количества времени, да, ресурсов, для того, чтобы создать подобных ботов, которые, как ни странно, будут вместе с вами проводить время в игре. Ну и, наверное, как минимум, это как в Танках Хикс, да, когда, допустим, не хватает игроков матча, они играют. И как только игроки какие-то начинают подпикываться в подобный форматик, они попросту выходят и уступают место. То есть, реально такая интересная механика, о которой, наверное, можем мы в дальнейшем обязательно вместе с вами еще поговорить. Возможно, протестить какие-то нововведения, которые могут появляться в ближайшее время также на тестовом сервере, потому что мы сейчас с Максом, как бы, поздним вечером для вас подобный видеоролик записываем. Возможно, в ближайшие дни что-то в этом случае поменяется, начнут они пользоваться припасами. Может быть, у них появятся какие-то уникальные скины, а на которых и даже обычные игроки не смогут ездить. Но Васьпик мне прям, конечно, накидывает урона прям наверняка. А ну, Васьпик, давай попробую сейчас накинуть. Сможет он или нет, друзья? Но, видимо, ему дистанция не позволяет. А если я вот так вот и подъеду? Да, уже накинул. Дал прыжечку. Но, видите, поскольку у них сейчас нету расходников, пока они не научились пользоваться, то урона не так много залетает. Но Фрилс как наблюдал, так и наблюдает. И мы играем до сих пор, друзья, в пятером. Ну, то есть я как бы шестой, и Макс, к сожалению, в этом случае загрузиться не может. Хотя мы пытались, конечно же, подгрузиться группой, попробовать вдвоем поиграть. А если я попробую доставить флажочек? А ну-ка, давайте попробуем. И мне, кстати, интересно, ну, пока, наверное, вряд ли флаги они будут возить. Раз они пока не двигаются, то и флаги подхватить не могут. Но в дальнейшем подобная возможность, наверное, у ботов появится. Кстати, наш, друзья. Вот что наши союзники делают? Получается, что флаги как минимум не подбирают, то они ничего не делают. Ой, кстати, краска у одного нашего союзника, у бота, друзья, тестеров. Марлей Дэвис. Но таких я помощников не припомню. Но краска у него ботна, друзья. Запада такого лайк, конечно, с модной красочкой. А второй парниша на Хорнета огнеметик. И, кстати, краска, наверное, за один из коллективов Танки Спорти. Возможно, в комментариях подскажете. Но я такую краску, может быть, в своем случае не припомню. Но, как минимум, это не Тимпоинтерс. То есть бот реально какую-то киберспортивную команду поддерживает, друзья. Разработчики, конечно, вымудрили. Может, в дальнейшем они еще и на киберспортивных красках будут играть. С каким-нибудь дроном на драйвере, да? И с устройством на драйвере. Как вам такие боты, друзья, в дальнейшем? Но пока боты максимально простые, которых можно запросто переигрывать. Которые, да, тебе отвечают чем-то. Если мы к Фризику подедем, начнет бить нас, да? Морозить. Фризик. Ой, Фризик, догони меня. Фризик не догоняет. Ну, что-то не получается у него. Оп. Морозит. Мы отъезжаем. И, как говорится, дистанция уже в этом случае ему не позволяет нас достигнуть. А Магнум ему помогает. Два батареи дружки пытаются помочь. Мне, кстати, интересно, что Изида делает. Изида, наверное, просто стоит и все. Потому что до этого хотя бы бот был рядом с батом, да? И он мог лечить своего союзника. Но это, как минимум, неплохо. Хоппер, да, тут стоит. Смотрите, смотрит за мной. Слезит новобранец. Но при этом сделать ничего не может. Потому что дистанция, опять же, на пушке Фриз, на пушке Изида очень маленькая. А вот Магнум, Магнум накидывает и накидывает. Биллиам Адамс. Еще и такие никнеймы, друзья. Просто посмотрите на них никнеймы. Вот не знаю, кстати, Ники. Как ты думаешь, Макс, откуда такие никнеймы могли взяться? Откуда ник взяли? Что это может значить? Потому что в моем случае, честно говоря, я пока не догадываюсь. Вот в Танках Хикс, я, честно говоря, не помню, какие там никнеймы были, да, в случае ботов. Но там были похожие. Да, возможно, да. Туда тоже как имена какие-то. Либо какие-то, знаешь... Ну, какие. Просто прикол в том, что если они сделают ник, который, скажем так, может быть зарегистрирован игроком, то они могут занять, то есть, может быть, знаешь, бот-дошек, например, да. То есть, получается... А, вот, кстати, у них самая немаловажная вещь, то, что пробел есть в никнейме. Да, вот именно их его же нельзя. Поэтому, наверное, да, скорее всего нельзя занять, будет. Но интересно. Кстати, еще прикол в том, что они играют на Джиггернауте эти боты. А, серьезно? То есть, если задержусь на Джиггернаут, да, то они возьмут Джиггернаута. А давайте попробуем. Такое же поведение, как и на обычном танке. То есть, они просто стоят и в тебя стреляют. Так, я гружусь. Кстати, поиск матча прям максимально быстро. То есть, только нажал, сразу гружусь. Потому что он срезает новую катку. Да. И только всегда в одной катке, как раз таки, я нахожусь и 5 ботов, друзья. И никогда ему, кстати, уже отличается. Но при этом мы понимаем, что это боты. Те же боты, которые до этого были. А Джиггер, кстати, не забрал. Подождите, а бот может Джиггернаута забрать, да, Макс? Нет, тебе надо сначала убить, чтобы рискнулась. Давайте попробуем, друзья. Давайте поэкспериментируем. Попробуем что-то из этого. Может быть, интересненько выйдет. Так, Джиггера, как минимум, я забираю. Как Макс ранее сообщил, надо убить баталию того, чтобы как раз таки Джиггернаута устал. Поэтому сейчас найдем какого-нибудь Нубика. На Магене того же, да, который в прошлом матче также был на набран. Сливаем его, кстати, который также нам по-прежнему отвечает на это Магене и стреляет его в ответ. И сейчас, по идее, он должен на Джиггернауте по мне также стрелять, если нахожусь я как раз таки в его радиусе поражения. Джиггер, как минимум, друзья, смотрит на бранец. Так, Джиггер. Интересно, он будет ли сводиться по мне, если поймёт, что нужно в этот момент? Нет, вполне не сводится. Жалко. Ну, значит, ещё пока что боты, как говорится, находятся на низком уровне в плане опыта, да, сноровки. Но в дальнейшем, друзья, как я ранее говорил, скорее всего разработчики в этом направлении будут двигаться. Будут несколько вариаций ботов, уровней, сложности и так далее. Потому что я представляю, что какой-то бот появится, который будет лучше играть, чем 500 легенды в нашей игре. Напишите, что об этом думаете, интересненько. Но я думаю, что на этом моментике пока что достаточно информации, да, и нашего видеоролика, чтобы понять, что что-то готовится от наших разработчиков, возможно, в ближайшее время, да. А ты не проверил, будут ли боты ботов убивать? А вот, кстати, интересно. То есть ты мне предлагаешь ботан толкнуть на бота? Ну, я этим уже занимаюсь. Давай, попробуем, друзья, давайте как говорят. Ну ты можешь демку мою посмотреть, потому что я тут уже притолкал. Ну не, я попробую, наверное, сейчас сам попробую, попытаясь. Ну вот, на самом деле, вот у меня в катке боты стреляют в других ботов, а не в меня. То есть они фокусят ботов. Ну, как минимум, я заметил, что бот лечил бота. То есть Изида уже нас лечила. Битый предыдущий своего бота. Поэтому сейчас мы вот отолкнем, друзья, корн, огнеметик, если у нас выйдет. И если джоггер на вот его сольет. Но это, как минимум, реально похоже на что-то подобное, о чем Макс говорил. Так, хоппера Жига, друзья. Точнее, хорек. Хопперов нет, нет. Пока что лишь гусеничные, а не гусеничные, а РСБ был у нас фриз в команде. Но у них краски, получается, разные. Потому что в танках, если припомнить, что у них краски были либо праздничные какие-то, либо одинаковые, по крайней мере, по ощущению. Тут они разнообразные, пока что не до конца. А, да, Макс лил. Просто он на джоггер науте слил к хоре огнеметика. Трудно, как говорится, бот уничтожил бота. Друзья, поэтому я, как говорил ранее, если вам интересна тема, если вы хотели бы, чтобы что-то мы подобное еще вместе с вами обязательно записали. Когда что-то поменяется в случае нашего теста сервера, то поддерживайте обязательно видеоролик лайком за подобную информацию. Также, если вы были первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну и заодно пишите, друзья. Пишите, что вы думаете о том, что по мне стреляют боты в танках онлайн. Ну вот реально, он сейчас меня убьет, друзья. Бот реально сейчас меня убьет. И на этом, как говорится, мы вместе с вами завершаем видеоролик. Поэтому спасибо за просмотры и хорошего дня, ну и вечера. Звание получил бот. Ура! Поздравляем!